Рад вас приветствовать, зрители канала Заметкину Мизмата. Мы сегодня подводим итоги следующего конкурса. Напомню, призом является замечательная монета советского времени, 5 рублей, посвященных тысячелетию России 1988 года с изображением памятника в городе Новгороде, посвященном тысячелетию России и, соответственно, гербом с СССР, номиналом 5 рублей. Монета выполнена в улучшенном качестве, пруф, в оригинальной запечатке, неповрежденной, так что вполне хорошая коллекционная монета. А вопрос касался истории трех рублей. Была продемонстрирована советская банкнота, известная трешка. Мы просили вас, опять же, своими словами, а не переписываем статьи из интернета, что, к сожалению, по-прежнему многие делают, рассказать историю, как вообще появился в России такой странный номинал, которого нет в других странах, ну скажем, не входивших в бывшую Российскую империю или в Советский Союз, откуда он взялся. Вопрос же был не только о банкноте, а о номинале. Зачем он вообще был нужен? Почему использовалась такая странная банкнота и такой странный номинал? И как ее правильно называть, собственно говоря, ну кроме понятного названия трешка? Ответы были разные. Иван Сафонов написал, что номинал три рубля идет еще со времен Петра Первого, вероятно, связан с червонцами того времени, которые примерно приравнились к трем рублям. И также упомянул, что монеты встречались в платине также три рубля и кратно трем шесть и двенадцать рублей. Сергей Йосида-1, так по крайней мере звучит его ник, обратил внимание, что три рубля действительно появились в платине в 1828 году. Это правильно, но это не отвечает на вопрос, откуда взялся такой странный номинал. Алексей Беляев ответил, рассказав и об инсигнациях тех рублевых 1768 года, рассказал и о червонцах, которые изначально были условно равны одному рублю двадцати копейкам, но потом были примерно приравенны к трём рублям. И упомянул, что вообще-то три рубля правильно называть червонцем, но это ответ в принципе правильный, но не полный, не тот, который мы конечно же ждали. Миша Сероегин ответил, что с Николая Первого, с платиновых монет до современного времени тянется история трехрублевиков. Мы сейчас можем увидеть номинал три рубля, скажем, на некоторых инвестиционных монетах, выпущенных специально Банком России. Алексей Глушков ответил красиво, большой такой развернутый ответ, связанный с кредитными билетами 1840 года. Обратил внимание, что с 1869 года в Российской империи чекались трехрублевые золотые монеты, конечно, это правильно, но опять же это не отвечает на вопрос, почему они появились. Тем не менее, он упоминает и про червонцы, существовавшие ранее. Этот ответ очень хорош, но не может быть принят, как полный. И вот Вадим Ишимов присылает нам большое эссе. Возможно, что частично эта информация взята из каких-то интернет-источников статей, но довольно творчески переработана, убраны не относящиеся к теме абзацы. В этом эссе действительно поэтапно рассказана история появления в России данного номинала. Сказано о том, что в основе лежат дукаты, общая европейская золотая монета, равная почти 3,5 граммам. Именно с дуката Петр Первый взял размер монеты, золотое содержание, и такая монета стоила примерно 3 рубля. Номинала такого не существовало, однако фактически русский дукат, червонный, так как исполнен червонным чистом золоте, высокой пробы, фактически переранился к 3 рублевикам, что и далее послужило уже появлению и ассигнаций при Екатии Второй, но тогда, собственно, появились и поддельные дукаты. Позднее, кроме кредитных билетов и других бумажных эквивалентов 3 рублевиков, появились знаменитые платиновые трехрублевики, которые иначе так и назывались. Новые русские червонцы с обозначением номинала 3 рубля, 6 рублей, 12 рублей, соответственно, 2 червонца и 4 червонца. Поэтому верное название трехрублевиков, как ни странно, червонец. Русский червонец 3 рубля, а не 10, как очень часто, неправильно считают. Почему? Мы, естественно, расскажем в наших других выпусках, но прежде чем рассказать, мы хотели попытаться от вас услышать этот ответ, и вот мы объявляем победителя. Участник с ником Вадим Ишимов побеждает в конкурсе, приз достается ему. Прошу связаться его с нашим каналом для получения приза. Удобными способами вам приз будет передан или направлен по почте. Но прежде чем мы завершим подведение итогов этого конкурса, хочу отметить еще одного участника. Ростислав Блиум прислал свой ответ, также в форме СССР, также, скорее всего, состоящий из выдержек из интернет-статей, но опять же, не имеющий каких-то частей или вставок, не относящихся к теме, затронул историю русских денег с чуть более раннего срока, хоть это, в общем-то, заданием и не требовалось. Но в целом дал правильный ответ, аналогичный Владимиру Ишимову, но совершенно в другом тексте. Лишним были только упоминания до Петровского времени, когда, конечно, ни понятия Червония не существовало, ни приближения к нему не было. Поэтому, думаю, будет правильным, если мы еще одного участника с диком Ростислав Блиум отметим как второго победителя. Приз у нас один, но мы вполне можем выделить дополнительный приз. Тоже, по вашему желанию, это может быть, скажем, монета из числа советской юбилейной серии в улучшенном исполнении. Прошу также связаться с нашим каналом для определения интересного вам приза и способа передачи. Уважаемые участники, я еще раз попрошу вас, мы уже делаем это неоднократно, все-таки давать ответ своими словами, не переписывать интернет статьи. Ну, в этом нет смысла. Мы все равно видим, что информация взята из каких-то других источников и не переработана. Ну, немножечко попробуйте написать все то же самое, что вы прочитали своими словами. Дайте основную суть. Тем более, что некоторые конкурсы у нас проводятся без временных ограничений. У вас есть неделя времени для того, чтобы вы дали полный и красивый ответ. Не надо торопиться, надо постараться подумать, собрать нужную информацию и предоставить ответ. Я думаю, что у нас будет еще много призов, много интересных конкурсов. Желаю вам удачи. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok